Всем здравствуйте! В DLC Италия новинки, и сегодня мы продемонстрируем наш любимый бренд Dixie с долгожданной коллекцией бижутерии. Начнем с образа, как на мне. На мне база современного гардероба. Это юбка в бельевом стиле. Я настоятельно рекомендую каждой из вас иметь такую в своем гардеробе. Поверьте мне, она выручит вас не раз. Она легко подстроится и под классический гардероб с жакетами, блузами, какими-то строгими рубашками. Также она очень круто будет смотреться с кроссовками, с худи такими вот объемными. Это будет ультрамодный образ. И, конечно же, в зимнее время года очень классно вот эта нежная фактура сочетается с джемперами такой нарочито грубой вязки. И посмотрите, как она классно сделана. Во-первых, у нее мягкая комфортная резинка, здесь хорошая ткань, она прям такая тяжелая, очень хорошо будет ложиться, хорошо держать форму. И, конечно же, самое главное, за что мы любим такие юбки, это красивый сатиновый блеск. Ну и здесь еще идеальная длина. Посмотрите, она ниже колена. В общем, все как надо в ней сделано. Получили мы их в черном цвете, кстати, по размерам с XS по XL. Еще раз прошу отправлять сразу ваши параметры объем груди, талии, бедер и ваш рост в черном цвете. Далее цвет марсала. Это цвет вины, очень глубокий, красивый. Как я уже не раз повторяюсь, в этом сезоне очень красиво его обыгрывают дизайнеры. И насыщенный шоколадный цвет. Давайте вот поближе покажу, чтобы вы оценили. Вот этот цвет шоколадный и цвет марсала, они еле отличимы друг от друга. Но за счет вот этого красивого сатинового блеска будет играть на свету эта ткань. Все три цвета очень базовые, легко встраиваются в ваш гардероб. Также мы эту юбку получили вот в таком хищном варианте. Посмотрите, какой классный леопард. Леопард правильный и по цвету, и по размеру вот этих пятнышек. Для тех, кто хочет добавить перчинки в свой образ. И в данном случае не должно возникать вопроса, нужна ли мне эта юбка. Она точно вам нужна. Можно задуматься только о цвете. Далее, что у меня сверху. Сверху у меня блуза и стопроцентные вискозы. Очень красивый здесь цвет. Он такой базовый цвет, икрю. Называется еще цвет невыбеленного шока. И здесь такой необычный принт. Посмотрите, он немножко, знаете, градиентом уходит. Во-первых, он такой интересной формы геометрической. И цвета здесь от черного, такого насыщенного, переходит за счет градиента к серому. Воздушная блуза. Красивый отложной воротничок. Здесь вот такая складка. Сзади она на удлинение идет. И боковые разрезы. То есть она и на выпуск будет смотреться с какими-то узкими брюками очень хорошо. Здесь высокий манжет. При желании можете отогнуть на одной пуговке. Сзади отрезная кокетка. Далее. Далее переходим к очень эффектному жакету. Посмотрите, какой здесь классный, необычный принт. Давайте вот по спинке покажу. Посмотрите, здесь такая вот строгая черно-белая клетка постепенно размывается и переходит в такую вот свободную фантазию художника. Такой, знаете, акварельный принт уже идет по низу. Как будто бы просто художник решил дать волю своей фантазии. И вот это вот все красиво размазал. Очень эффектно смотрится жакет. И вот, посмотрите, даже к моей юбке и на каждый день в офис, да, отлично будет. Ну и в зависимости от аксессуаров, если добавили каблук, то эффектный выход вам тоже обеспечен. Здесь карманы идут такие вот врезные. Они сейчас зашиты, все как положено. Здесь дополнительный карман, однобортный жакет. Внутри у него полностью натуральный подклад под шелк. И по своей форме он очень хорош. То есть он прямого кроя, такой легкий формат оверсайз. Оверсайз такой правильный, свободненький он сядет. У меня сейчас в руках размер S. Идемте далее. Далее вашему вниманию. Наше любимое гофре. Гофре мы любим за то, что оно придает динамики нашему образу. Образ становится интересней. Это, конечно же, визуально еще вытягивает нас в рост. И это вообще блузка для тех, кто любит комфорт. Если рассматривать, например, какое-то мероприятие, вариант для тех, кто любит, и вкусно покушать, и активно подвигаться. В общем, ничто не будет стеснять ваших движений. Праздник будет в радость, скажем так. Теперь давайте по ткани. Здесь у нас шифон полупрозрачный на рукавах. Вы наверняка заметили, что сейчас культ голого тела. И поэтому итальянцы очень любят такие блузы делать полностью прям вот такими прозрачными. Но в данном случае, на нашу с вами радость, они добавили вот такой подклад. Поэтому эта блуза, конечно же, будет очень универсальной и будет активно еще использоваться и в деловом гардеробе. Убрав вот эту брошь, она становится уже такой строгой. И вы, пожалуйста, можете и на какие-то деловые будни использовать ее активно. По поводу броши. Наверняка заметили, это сейчас тренд. Добавлять брошь именно близко к лицу, в зону воротниковой части. Она при желании отстегивается. В общем, в данном случае это красивый винный цвет. И оттенок здесь такой, знаете, сливовый. Далее она у нас еще в красивом ванильном цвете. Все-таки брошь добавляет прям красоты сюда. И в классическом черном варианте. Идемте далее. Далее мы переходим к нарядному костюму. Впереди Новый год. Пора уже задуматься о чем-то эффектном. В данном случае это полностью пронизанный нитью золотой люрекса костюм. Когда же нам блистать, если не в Новый год? Не отказывайте себе в удовольствии блеснуть с собой. И посмотрите, какой он еще и комфортный. Не только эффектный, но и красивый. Он эластичный. Очень мягкая ткань. Ничего не колется приятное к телу. В данном случае этот цвет шоколадный. Не шоколадный, а основа такая кофейная. И сверху полностью золотая нить люрекса. И на выходе это получается такое бронзовое золото. Очень красиво переливается, мерцает. Глузка, конечно же, вообще универсальная. Полностью расстегивается ее и на каждый день можно будет активно использовать. И вся красота здесь, конечно же, вот в нижней юбке, скажем так, брюки. Посмотрите, это плесе. Плесе еле заметное. Очень-очень мягкое. То есть посмотрите, сколько здесь ткани. Это вокруг вас будет очень красиво струиться. Играть, давать хороший разлет. При этом комфортно за счет того, что это брюки. Ну и здесь хорошо продуманный момент. Внутри имеется полностью по всем брюкам вот такой вот комфортнейший, вискозный, эластичный подклад. То есть ничего не будет светиться, что-то проглядывать сквозь эту тоненькую ткань. Не будет. Вам будет комфортно. Потали здесь мягкая резинка. Ну и, кстати, здесь необработанный край. Для тех, кого волнует длина, легко можно под себя подстроить. Следующий цвет этого же костюма у нас уже вот такой красивый изумруд. Давайте поближе покажу. Не знаю, видно ли вот это красивейшее свечение. В реальности при свете софитов очень красиво. Все это мерцает, искрится, как снежок. Идемте далее. Далее просто волшебное платье. Это моя любовь. Я влюбилась в него с первого взгляда. Вы только посмотрите, как здесь выполнено вот это кружево. Оно настолько нежное, настолько мелкое, мелкое такое плетение, как паутинка. Только представьте, как на вашей коже это будет так интригующе смотреться. Ваше тело будет покрыто такой нежнейшей вуалью. Ну и посмотрите, какой классный здесь фасон. Здесь много ткани. Свободная верхняя часть. Внутри платья идет отдельное, эластичное. И что немаловажно, на регулируемых бретелях. То есть длину платья вы можете откорректировать внутреннего под себя. Далее здесь по горловине. Вот этот викторианский, скажем так, воротничок. Вы наверняка заметили этот тренд. Обращать внимание, именно акцентировать внимание на горловине. И в данном случае это, конечно же, добавляет изысканности этому платью. Давайте посмотрим по длине. Длина вот такая, оптимальная. И не очень короткая, и не длинная. Конечно же, идеальный вариант для особого выхода. Но и в повседневности я бы использовала его, например, вот с такими сапогами. В жакейском стиле. То есть эти сапоги, они тоже как раз будут подчеркивать аристократичность этого платья. Так, и продолжая тему именно особого выхода, можно украсить это платье, конечно же, пояском. Его можно подхватить. То есть, если кто хочет обозначить талию, вы можете добавить сюда вот такие красивые ремешки. Посмотрите, мы получили в черном цвете. Не знаю, видно вам мерцание или нет. Здесь очень крупные камни в золоте и в серебре пряжки, полностью кожаные ремни. И такие прям вот достаточно аккуратные, тонкие. Также ремешки мы получили еще вот с такой пряжкой. Я, кстати, извиняюсь, здесь наоборот были мелкие камушки. А вот здесь уже камни у нас покрупнее. Ну, вот можете сравнить. Да, вот здесь у нас мелкие камни черные. А здесь они уже белые камни, такие кристаллы свароские, которые имеют очень красивый отблеск. И в данном случае здесь у нас натуральная кожа совмещена с удобной резиночкой. Цвет черный и бежевый. Далее вашему вниманию брюки из эко-кожи. Посмотрите, какая интересная модель. Красиво сделана у нее кокетка, таким нахлестным треугольничком спускается. Драпировка здесь. Далее мы видим складочки. И по бедрам вот здесь они такие достаточно широкие, свободные. И буквально слегка, прям совсем чуть-чуть сужаются к низу. То есть они выполнены на манер таких вот эффектных бананчиков. Конечно же, эко-кожа это и на каждый день эффектный выход. Ну и на праздники достаточно обграть какой-то блузой просто. Добавить каблук и бижутерию. Что мы предлагаем, например, на каждый день? Можно сюда подобрать вот такой джемпер. Я бы его подзаправила, чтобы была видна вот эта кокетка с одного края. Даже вот так вот, да? Ну, в сторисах смотрите, постараюсь вам это продемонстрировать. Джемпер абсолютно универсальный. Здесь мы видим серый цвет. Напоминаю, что серый цвет у нас ахромат, так же как и черный, белый, сочетается абсолютно со всеми другими цветами. И здесь добавлена полоска. Полоска здесь насыщенного такого цвета хаки. И она полностью пронизана нитью люрекса. Не знаю, виден вам этот отблиз или нет. Ну, добавляет вот прям шарма, скажем так, этому абсолютно базовому джемперу. Он очень мягкий, комфортный, нигде ничего не колется. И по фасону он и не сильно овер. Такой достаточно хорошо, свободно и мягко будет ложиться. И длина здесь оптимальная. Также в этой коллекции мы получили вот такой замечательный шарф. Посмотрите, какие классные цвета здесь собраны. Мне кажется, может заменить вам пару-тройку ваших шарфов в гардеробе и подойти абсолютно к любому цвету. Здесь и теплые тона, и холодные, белые, оттенки карамели, черный, серый. В общем, очень универсальная вещь. Теперь переходим к бижутерии. Один из наборов вы можете видеть на мне. Это вот такая цепь в серебре с кулоном. Кулон у нас в черном цвете. Можно приобретать по отдельности. Ну и, соответственно, цепь такого же формата. Далее давайте по браслетам. Вообще хочу обратить внимание особое на бижутерию. Активно, пожалуйста, используйте ее в своем гардеробе. Она позволит вам сделать ваш образ уникальным. Именно бижутерия может придать абсолютно базовым вещам изюминки. Поэтому обязательно добавляйте в гардероб. Смотрите, здесь уже красивые браслеты. Сейчас вы наверняка заметили, что актуальны крупные камни, крупные перстни, крупные вот такие камни в виде браслетов. И в данном случае это вот цвет белый, золото и такое нежное розовое. Хорошо будет, кстати, вот, например, даже к блузке добавлять, да? Далее продолжает тему браслетов. Вот такой вот интересный вариант. Это металл, который как будто бы вручную замят для вас. То есть вот он такой фривольный, скажем так, формы. Чуть-чуть вогнутости где-то, выпуклости. Очень эффектная вещь не только для особого выхода, но и на каждый день. Продолжая тему ручной обработки металла, вашему вниманию вот такие эффектнейшие серьги. Они у нас в золоте и в серебре. Ну, посмотрите, как будто индивидуально под вас кузнец выгибал это золото. Очень тоже эффектный такой лаконичный вариант. Продолжая варианты, именно какой-то вот такой универсальный формат, который и на каждый день подойдет вам. И для особого случая это, конечно же, вот такие серьги. Здесь мы видим сферу, такую полусферу. Они на самом деле очень легкие, полые внутри. Вот можно оборот посмотреть, как такое вот, да? Они не будут оттягивать вам ухо. И в серебре, и в золоте. Очень классный лаконичный вариант. На каждый день прям добавят вам стили и изюминки. Следующий. Ой! Улетели птички. Посмотрите, они даже в руки не даются. Смотрите, какие они красивые, это птички. И я думаю, что это, наверное, у нас забыла ласточки. Вот, посмотрите, как они красиво сделаны. Очень необычные. Я просто фанат бижутерии. Я впервые вижу такую красивую птичку с таким вот дождиком. Далее перейдем к варианту очень эффектному. Это у нас лимитированная коллекция. Вы наверняка заметили, что звезды – это тема лимитированной коллекции Дикси. Звезды у нас и на плечах, на свитшотах были, и на платьях. В данном случае это уже мега крутые, очень нарядные серьги. Посмотрите, какой здесь длинный дождь спускается. Если приложить к телу, к лицу, мы видим, что это прям спускаться будет у вас на тело. Это очень будет классно смотреться. Но если вы все-таки за классический формат, вы всегда можете длину подкорректировать под себя. За это мы и любим вот этот формат. Отрезаете просто длину, которая вам нужна. И завершает обзор бижутерии у нас вот такая потрясающая змейка. Посмотрите, какая красота нереальная. Здесь столько цветов собрано. Она такая эффектная. Броши сейчас актуальны. Добавляем их в классическом формате на пальто, на жакеты. Также используйте на какие-то, например, джемпера, чтобы сильно не оттягивало. Добавляйте именно горловине. Например, вот даже очень классно было бы вот убрать эту брошь и добавить прямо горловине вот эту змейку. Ну и для самых модных добавляйте броши на манжеты высокие. И также, кстати, можно добавлять на вот эти хлястики от джинсов. Мне кажется, эта змейка очень хорошо бы здесь пристроилась. На этом на сегодня все. Я, как всегда, желаю всем отличного настроения. До новых встреч. Всем пока-пока.